Решив сесть за руль без прав, 27-летняя Нижникамка, возможно, даже не предполагала, каким последствиям это может привести. Выезжая со двора дома номер 6 по улице Гайнулина, она наехала на бордюр, заехала на тротуар, где находились двое маленьких детей с мамой. У девушки, решившей прокатиться с ветерком, не оказалось не только водительских прав, но и документов на машину. Зато на лицо были признаки алкогольного опьянения. Утручает тот факт, что жители дома Гайнулина, также жители соседних домов, видя тот факт, что водитель с признаками алкогольного опьянения садится за руль транспортного средства, никто не позвонил и не сообщил в ГИБДД. Если бы данный факт был отмечен, то данное происшествие возможно было бы избежать. К сожалению, соседи в этот раз бдительность не проявили. В результате от горе водителя пострадали три человека. Две маленькие девочки одной-два года, младше всего шесть месяцев, и их мама. Они стояли на тротуаре с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, многочисленными ссадинами и ушибами. Все трое были доставлены в больницу. Девочки находились в состоянии, так скажем, посттравматического шока. Множественные повреждения кожного покрова. Девочек осмотрели травматологи, педиатры, реаниматологи. После проведения всех наших манипуляций и исследований, данных за повреждения внутренних органов мы не выявили. Дребрюшного кровотечения нет. На данный момент девочки находятся в стабильном состоянии. Переведено в отделение хирургии из реанимации. Но, в принципе, состояние ближе к удовлетворительному. И, я думаю, в ближайшее время будут готовы к выписке. Малышки будут находиться в больнице еще несколько дней. Но и после выписки они останутся под наблюдением врачей. Медики уверяют, что сейчас их жизням ничего не угрожает. Но вот о последствиях перенесенного стресса говорить пока рано. Яна Чупахина, Евгений Лызаев, Ренат Харасов, Новости НТР.